Это была моя первая поездка в Армению. Я ожидал от нее массы самых разнообразных положительных впечатлений, и надо признаться, что эти ожидания полностью оправдались. Армения совсем небольшая страна. Ее площадь в полтора раза меньше Московской области. Но тем не менее, тут есть все. Армения – это горы, озера и реки. Это великое множество памятников древнейшей культуры. И, конечно же, это гостеприимные и доброжелательные люди. А уж побывать здесь и не насладиться изысканным вкусом самых разнообразных восточных сладостей совершенно невозможно. Тем более, что торговцы наперебой предлагают попробовать свой товар. Приехав в Ереван, мы забросили вещи в хостел и пошли гулять по городу. Ереван – это не только город старинной архитектуры и приветливых людей. Это еще и город фонтанов. Фонтанов тут великое множество, что совершенно неудивительно. Летом в городе очень жарко, и фонтаны, наряду с тенью деревьев, дают хоть какую-то прохладу. Кроме больших фонтанов, тут повсюду находятся маленькие питьевые фонтанчики, которые также хоть как-то помогают спасаться от жары. А с наступлением темноты можно полюбоваться поющими фонтанами с совершенно фантастической подсветкой. Мы тут просидели не меньше получаса. Утром следующего дня мы уезжаем из Еревана в горы и по дороге делаем остановку у монастыря Гегард. Название монастыря можно перевести как «копье». Оно происходит от копья Лангина, сотника римского войска, которым пронзили тело Иисуса Христа на кресте и, как утверждается, привезенного в Армению апостолом Фаддеем в числе многих других реликвий. Сейчас копье выставлено в музее Эчмиадзина, главном монастыре Армянской апостольской церкви. Гегард был основан в IV веке на месте священного источника, берущего начало в пещере. Постройки неоднократно разрушались как арабами, так и землетрясениями и были окончательно отстроены лишь в XIII веке. Совсем недалеко находится еще один исторический памятник – храм Гарни, посвященный богу солнца Митри. Это все, что осталось от крепости, построенной почти 2000 лет назад и относящейся еще к эпохе язычества. Армянские цари очень любили это место, и не только из-за его неприступности, но и по причине хорошего климата, и превратили крепость в свою летнюю резиденцию. Крепость защищала местное население от иноземных нашествий более тысячи лет. Перекусив на берегу реки Азад, мы входим на территорию заповедника Хасровский лес. Своё название заповедник получил в честь армянского царя Хасрова III. Имя Хасров – одно из старейших армянских имен. Оно означает «бросающий жертву в поток огня». Хасров III компенсировал свой малый рост невероятной воинственностью и умер во время одной из войн, не проведя на троне и десяти лет. Получив разрешение на посещение заповедника, мы встаем на ночевку возле руин монастыря Авудстар. Местные егери позволили нам здесь ночевать и даже любезно привезли на машине бак с питьевой водой, поскольку с этим тут есть некоторые проблемы. В конце XVII века монастырь был разрушен землетрясением, но даже в таком виде он продолжает жить. Местные жители приходят сюда молиться, зажигают свечи, приносят иконы. Армению не зря называют музеем под открытым небом. На её территории находится более 4000 уникальных памятников культуры. Возможно, и Авудстар когда-нибудь будет отреставрирован и получит новую жизнь. История Армении уходит своими корнями в самую глубь веков. Предполагают, что Армения как государство существовала еще в IV веке до н.э. И хоть Рим считается одним из древнейших городов мира, но Ереван старше его почти на 30 лет. Забавный факт. На территории Армении была найдена самая древняя обувь, возраст которой более 5500 лет. Это самая старая археологическая находка подобного рода на территории Европы и Азии. Рельеф Армении в основном гористый. Свыше 90% территории находится на высоте более 1000 метров над уровнем моря. Наивысшая точка – гора Арагац, 4095 метров. И в наших планах было подняться на нее. Но это будет уже в самом конце путешествия. А пока мы идем дальше, в сторону озера Вишапа-Лич. Вишап – это древнее мифологическое существо, которое изображали в виде каменных извояний. Первоначально вишапы являлись божествами воды. Народы, населяющие Армянское Нагорье, вдесывали изображение вишапов из камня, придавая им обычно форму рыбы. Эти извояния до сих пор можно довольно часто встретить в горах. С течением времени мифологический образ вишапов претерпел изменения. И в мифологиях различных народов стал ассоциироваться со злыми духами или драконами. Согласно мифологическим представлениям в Армении, вишапы живут в небе, в больших озерах, либо на вершинах гор. Причем во время грозы небесные вишапы спускаются вниз, а вишапы гор и озер поднимаются в небо. Большой вишап может поглотить солнце, отчего происходят солнечные затмения. По дороге нам не раз попадались пастухи, и один из них предупредил, что в горах в этом году очень много змей, и даже сказал, что совсем недавно одна из них укусила местного парня. На наше счастье змею мы встретили лишь один раз, да и та уползла так быстро, что я не успел ее сфотографировать. Погода в горах очень переменчива, и дожди заставали нас в пути не один раз. В один из таких моментов мы вышли к стоянке езидов. Это местный кочующий народ, летом занимающийся выпасом скота. Эти доброжелательные и гостеприимные люди пригласили нас к себе в палатку, угостили сыром, овощами и, конечно же, горячим чаем, который оказался для нас в этот момент как нельзя кстати. К вечеру мы выходим к озеру и встаем тут на ночевку. Завтра нам предстоит довольно трудный день. В наших планах дойти до вулкана Аждаак и сделать радиальный выход на его вершину. Аждаак – древний потухший вулкан высотой 3600 метров. Это третья по высоте гора в Армении. Возле вулкана было найдено довольно много древних наскальных рисунков с изображением сцен охоты и состязаний, а также рисунков солнца, луны, созвездий, комет и молний. В кратере вулкана есть небольшое озеро, а с вершины в хорошую погоду можно увидеть гору Арарат и озеро Сиван. На персидском языке Аждаак означает великан. В армянской мифологии Аждаак – это человек-вишап, то есть человека-дракон. Аждааки-вишапы живут в высоких горах, в больших озерах, на небе и в облаках. Поднимаясь на небо или спускаясь вниз, особенно на озера, они производят грохот, сметают все на своем пути. Движение Аждааков под землей вызывает землетрясение, а доживший до тысячи лет Аждаак может поглотить весь мир. На этой высоте в горах очень много снега. Ребята изобрели такой метод спуска. Признаюсь откровенно, я подобным образом с горы спуститься не рискнул. В рюкзаке лежал квадрокоптер, и я боялся, как бы его не повредить. Буквально 200 метров вниз, и мы опять попадаем в лето. Еще десяток километров пешком, и нас встречает машина, на которой мы доехали до озера Сиван. Сиван – крупнейшее озеро не только в Армении, но и на всем Кавказе. Его глубина в отдельных местах более 80 метров, а площадь около 1200 квадратных километров. В озере немало эндемиков, один из которых, «Сиванская форель» или «Ишхан» даже была выбита на монете номиналом в 100 драм в 2007 году. Одна из достопримечательностей Сивана – монастырь Сивана-Вак, монастырю более тысячи лет. Он был основан в конце IX века. В монастыре некоторое время жил царь Армении Ашот II Железный. Рядом со стенами обители он дал в 921 году сражение арабским воинам, которые подошли к берегу Сивана, после чего арабы были навсегда изгнаны из страны. В 30-х годах прошлого века монастырь был заброшен, но сейчас он получил новую жизнь. В нем действует духовная семинария имени Вазгена I, верховного патриарха всех армян, второй половины прошлого века. Дальше наш путь лежит к подножию горы Арагац, и по дороге мы заезжаем в Эчмядзинский монастырь, главный монастырь армянской апостольской церкви. Монастырь находится в городе Вагар-Шапад, который на момент постройки комплекса был столицей армянского государства. Монастырь знаменит не только тем, что является резиденцией патриарха и что в нем хранятся величайшие христианские реликвии – копье Гегард и остаток Ноева ковчега. По одной из версий, Армению крестили в 301 году, по другой – в 314. Поскольку первый христианский храм в Римской империи появился только в 324 году, то есть вероятность того, что Эчмядзин – это самый первый христианский храм в мировой истории. К сожалению, главный храм монастыря уже довольно давно находится на реставрации, и попасть внутрь нам не удалось. Но тут и без того есть на что посмотреть. Эчмядзин является также местом славы российского оружия. Во время русско-персидской войны, когда монастырь находился в осаде, отряд генерала Афанасия Красовского, имея численность лишь в 3000 человек, сумел пробиться к стенам монастыря, и, несмотря на то, что персов было почти в 10 раз больше, осада была снята. Добравшись до подножия горы Арагац, мы ставим лагерь на берегу небольшого озерца. Снега в горах в это время еще очень много. Днем он подтаивает, становясь рыхлым, и идти по нему очень трудно. Поэтому начало восхождения мы планируем часов на 5 утра следующего дня, когда подмерзший за ночь снег хоть как-то держит вес человека. Арагац – древний потухший вулкан, имеющий четыре вершины. Самая высокая из них, северная, имеет высоту 4095 метров и является одновременно и самой высокой горой Армении. И, конечно же, в наши планы входило подняться именно на эту вершину. Ну а перед восхождением нужно, как водится, хорошенько подзаправиться, чем мы тут с удовольствием и занимались. Погода в этот день выдалась отличная. Хоть ночью накануне шел сильный дождь и гремела гроза. Солнце, отражаясь от снега, сжет кожу совершенно нещадно, и без крема от загара тут не обойтись. Но это, конечно же, совсем маленькое неудобство. Гораздо обиднее было бы подняться наверх и стоять там в пелене тумана, не видя всей той грандиозной картины мира, раскинувшейся на десятки километров у нас под ногами. В такие моменты воистину чувствуешь себя на крыше мира, и это ощущение нельзя передать словами. «Весь мир на ладони, ты счастлив и нем», — сказал великий классик, — и эти слова, пожалуй, как нельзя лучше передают те ощущения, которые мы там испытали. Общий набор высоты составил в этом восхождении около полутора километров. Учитывая глубокий снег и не слишком хорошее самочувствие некоторых участников из-за проявлений горной болезни, нельзя сказать, что подъем дался нам легко. Но, возможно, это и правильно, ведь для того, чтобы что-то получить, всегда нужно что-то и отдать. А уже завтра мы разъедемся по домам, увозя в своей памяти воспоминания об Армении, воспоминания об этой маленькой стране, которая подарила нам так много самых светлых и незабываемых впечатлений.